МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество человек, внесенных в списки избирателей, к 8 утра составило 305 560. Цифра в течение дня может увеличиваться. На участках при учреждениях здравоохранения зарегистрированы 1059 избирателей. Из них 522 в военном госпитале Черноморского флота. Данные озвучили в инфоцентре Севастопольского городского избиркома. В течение дня количество избирателей, внесенных в списки, может постепенно меняться. Существует такой дополнительный список, по которому члены участковых избирательных комиссий включают тех граждан, которые не были включены в основной список избирателей. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации. Посетив избирательный участок в школе номер 10 в Симферополе, он призвал всех жителей полуострова также исполнить свой гражданский долг, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым. Сергей Аксенов особо подчеркнул, что депутаты от Крыма и Севастополя после выборов будут представлены в Нижней палате Российского парламента впервые. Он также сделал прогноз о явке избирателей. По его мнению, она составит свыше 50% и выразил надежду, что явка крымско-татарского населения на избирательные участки также будет высокой. Сегодня в Севастополе могут проголосовать все граждане Российской Федерации. И те, кто не зарегистрирован здесь по месту жительства, и даже те, у кого чистый лист на странице с пропиской. Правда, есть ограничения. Отдать голос в таких случаях можно только за кандидатов по федеральному избирательному списку в Госдуму. На участок номер 194 на улице Вокзальная 5 идут и севастопольцы, прописанные к воинским частям. За открытием наблюдали наши корреспонденты. Где и как можно проголосовать, если находишься в Севастополе, а штамп в паспорте с регистрацией в другом регионе? Первый вариант – получить открепительный талон, и тогда смело можно приходить на любой участок. Тут, правда, есть один нюанс. Этим вопросом нужно было озаботиться заранее. Для тех, у кого паспорт гражданина России есть, но регистрации по месту жительства нет, открыт избирательный участок номер 194. Здесь же голосуют те, у кого в паспорте гражданина России стоит штамп о регистрации в Севастополе без конкретного адреса. Например, город Севастополь, воинская часть, номер такая-то. В этом случае люди могут проголосовать за ту или иную политическую партию, представленную в бюллетене по федеральному избирательному округу. Для этого достаточно непосредственно в день голосования написать соответствующее заявление в этой участковой избирательной комиссии. Что касается граждан с временной регистрацией, мы можем допустить их к голосованию, если они придут и напишут заявление с просьбой включения их в список. Мы собираем комиссию, принимаем решения в отношении этих граждан. Либо они у нас голосуют, либо мы исключаем, не даем возможности проголосовать. Люди, которые приехали, допустим, с материка и хотят у нас проголосовать, они могут воспользоваться своим избирательным правом, но только на основании открепительного удостоверения. Вот такая вот специфика нашего участка. Специфика участка номер 194. Списки здесь формируются по ходу голосования. Сразу после поступившего заявления и одобрения комиссии данные вручную заносятся в книгу. Алгоритм действий для желающих проголосовать следующий. Гражданин Российской Федерации, спастный гражданин Российской Федерации приходит к нам на участок, пишет заявление о включении его в список избирателей, регистрируется, берет избирательный бюллетень только по федеральному избирательному округу и голосует. У нас 12 человек, членов комиссии, с правом решающего голоса. Наблюдатели присутствуют? Присутствуют наблюдатели в количестве пока 4-х человек. Ожидается гораздо больше. В участковой комиссии прогнозируют, что в течение дня на участок номер 194 придет как минимум 4 тысячи человек. Я сейчас на работу еду, поэтому либо ехать, либо не ехать. В общем, сменщик не против, и я заехал. А вы в Севастополе живете? Да, проживаю уже лет 10. А прописки, получается, нет? Пописки нет, да. Поэтому я по масс-медиа услышал, что по этому адресу будет голосование, приехал. Некоторые ожидания уже состоялись. Путин сказал, что присоединился к России. В России войны не было, и нет войны. Поэтому за это надо в знак благодарности проголосовать. Участок номер 194 открыт в торце здания железнодорожного вокзала. Граждане России, заранее получившие открепительные удостоверения в другом регионе, могут проголосовать на любом избирательном участке Севастополя. Анастасия Шульга, Анна Малышко, информационный канал Севастополя. Избиратели, которые находятся на стационарном лечении в 5-й городской больнице, сегодня голосуют на участке номер 143. Помещение для голосования оборудовано в детской поликлинике комплекса. Участок также открыл свои двери в 8 часов утра. По состоянию на 10 часов проголосовали 3 человека из 29 зарегистрированных. Подробности в материале Сергея Краснослободцева. Уважаемые избиратели, приглашаю вас получить избирательные бюллетени. Это для тех, кто уже должен был в 8 часов подойти. Приступить к голосованию. Секретарь ОИК, прошу сообщить об открытии участка в территориальную избирательную комиссию. Сейчас я провожу звонок, с вашего позволения. И начинаем. Где у нас охрана? Прошу открыть все двери. Да, оглашаю избирательный участок, спецучасток 143, открытым для голосования. Избирательный участок номер 143 открыт. За два часа работы здесь проголосовало 3 человека. Всего зарегистрировалось 29. Председатель комиссии Антон Савенко отмечает, в основном это малоподвижные люди или же пациенты, совсем не имеющие возможности ходить. Заблаговременно собирали заявления, прошлись по отделениям, собрали заявления о тех граждан, которые, к сожалению, не могут по причинам своего здоровья прийти на стационарный избирательный участок. Для них чуть позже мы выйдем с мобильной урной, проголосуем в палатах у места пребывания избирателей. Согласно правилам организации работы участка, за процессом голосования следят наблюдатели. На участке номер 143 их два. Проходим весь участок, проверяем, чтобы в подсобке нигде ничего не было, чтобы не было никаких галочек в бюллетене, чтобы все были списки подшиты. Наличие всех документов проверяем. Ну и слаженность команды. На избирательном участке 143 замечаний выявленных не было, работа комиссии слажена, и я ей доволен. Голосование происходит без очередей. Пациенты больницы предоставленными условиями довольны. Все приятные люди, очень хорошо организовано все. Спасибо большое. После 11 часов члены избирательной комиссии в сопровождении наблюдателей прошлись по палатам, чтобы дать возможность проголосовать неподвижным пациентам. Сергей Краснослободцев, Виталий Коломийц, информационный канал Севастополя. Тем временем информационный канал Севастополя продолжает прямую трансляцию ситуации, которая сейчас происходит в Севастопольской государственной избирательной комиссии. Итак, внимание на экран. Согласно закону, эти опросы проводятся не на самом участке. Они проводятся на территории, прилегающей к участке. Ну, подальше от самого участка опрашивают людей, которые уже проявили свою волю и изъявление, проголосовали и выходят из избирательного участка. Данные, какие у них будут, они будут сами эти данные, они данные эти будут публиковать. А теперь обратите внимание, вот с правой стороны от меня, экран, на экране вот она информация, четкая, красивая. Про Дива я, самое главное. Пожалуйста. Вот так мы будем опубликовать, когда... Да, проценты совпадают с теми, что я вам называл. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот теперь они на словах, видим по Нахимовскому. Вот они цифры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, как видим, 25 тысяч избирателей проголосовало. Включено в список для голосования, у нас общий список, если взять, это 307 тысяч 77 избирателей. Сейчас я отключу, да, Вячеслав Владимирович, да, слушаю. Севастополь. На участке каждый избиратель получает три бюллетени. Один для голосования по партийным спискам в Госдуму, второй за кандидата от Севастополя в Государственную Думу, третий для поименного голосования за кандидатов в муниципалитеты. Избирательный бюллетень по одномандатным избирательным округам. Вот 9 кандидатов в депутаты. Проголосовать мы сможем, поставив галочку в одном из окошечек. Это партийный бюллетень. Вот по партиям, вот 14 партий. Вот он такой вот длинный бюллетень. И сможете здесь. Действие аналогичное. В окошечке вы ставите галочку напротив той партии, за которую вы хотели бы проголосовать. По выборам в муниципальные округи. Я вот сейчас специально показываю самый длинный бюллетень. Это в Гагаринском районе будет. 43 кандидата в депутаты. Ну аналогично, напротив своего кандидата галочку ставить в окошечке. В 22 округах у нас 5 мандатные. Вот у нас 2 мандатные только в Терновке. Вот в Терновском муниципальном совете надо будет не более 2 галочек поставить. А во всех остальных, где мы будем голосовать с вами, избиратели, по выборам в муниципальные советы. Не более 5. Информационный центр ЦИК России, куда со всей страны будут стекаться данные о ходе единого дня голосования, официально начал свою работу в 10 часов утра. По сообщению ЦИК для работы в информационном центре 17-19 сентября аккредитовалось порядка полутора тысяч журналистов, как российских, так и зарубежных. По официальным данным, в единый день голосования работают 95 836 избирательных участков. Что касается международных наблюдателей, то свои миссии для мониторинга выборов прислали СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, ОБСЕ и ряд других организаций. Среди миссий международного наблюдения не будет представителей ПАСЕ. Как стало известно, в ходе избирательной кампании международная организация не направит своих наблюдателей в Крым и Севастополь. По данным ЦИК, более трети избирателей впервые в первые 4 часа голосования на выборах в Госдуму пришли на участки в Кузбассе и Туве, также активные жители Алтайского края и Республики Алтай, где проголосовали каждый пятый избиратель. В избиркомах сибирских регионов говорят, что активнее всего в первые часы ведут себя избиратели сельских территорий. В непроснувшихся городах явка существенно ниже. На информационном канале Севастополя продолжается телемарафон. До 22.30 в прямом эфире самая свежая и актуальная информация. Гости телемарафона, выбор Севастополя, эксперты, политологи, социологи, представители городских властей, журналисты и многие другие. В течение дня прямые включения из Севастопольской городской избирательной комиссии, а также новости в начале каждого часа. В информационных блоках рассказываем о ходе голосования с избирательных участков. Онлайн-вещание на xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами и присоединяйтесь к обсуждению. Телефоны редакции 5541-22, 54-36-30. Сделаем выбор Севастополя вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова